Одни идут в столовую, другие ждут следующего урока. Строгий масочный режим не по душе детям, даже на переменах. Иногда это отвлекает, что иногда бывает, что старшие над нами, что в маске. И если для детей есть послабление, на уроке можно сидеть без маски, то для учителя все строго. В школах края средства защиты обязательно уже две недели. И там, где эпидситуация ухудшается с каждым днем, и там, где не фиксируют новых заболевших. Педагогам работать в таких общих условиях непросто. Когда ты находишься у доски, а ребенок на другом конце класса, очень тяжело. И есть такие ребята, которые могут и не дослышать, и не услышать. Вы знаете, они есть и в обычных условиях, и без маски. А когда маска еще мешает, то, конечно, это вдвойне утяжеляет наше положение. Но если возникают особые случаи, когда дети не слышат или не могут услышать учителя, здесь мы поступаем индивидуально. То есть на какой-то период, момент объяснения, учитель может снять маску для того, чтобы дети более внимательно услышали материал. Но лучше так признают учителя, чем на дистанте. Этого вновь боятся и педагоги, и родители. По мнению многих мам и пап, дистант уже стучится в двери школ. Эта неделя последняя перед каникулами. Уйдут на отдых образовательные учреждения, скорее всего, на пике осенней волны коронавируса. Улучшится ли ситуация за пару недель? У нас будет 16 дней. Это даже чуть больше, чем период разобщения необходимого людей, для того, чтобы прервать передачу вируса. Надеемся, что это поможет нам вторую четверть, также в очном формате обучаться, без перехода на удаленное обучение. Костенко подчеркнул, оффлайн или онлайн формат обучения будет зависеть не от эпид-обстановки, даже если она ухудшится во время каникул, а от количества заболевших в образовательных учреждениях. И выносить решения будут точечно, особенно в сельских школах. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.